Девушки отдыхают В небе целый каскад странных светящихся точек Звезды? Нет, слишком яркие Может быть, военные самолеты? Но почему они так странно светятся на фоне дневного неба? А это там же, в Мичигане, только год назад Тоже вереница светящихся объектов И вот еще, совсем недавно в Нью-Йорке Что это? Крошечное облако? Ни самолеты, ни аэростат Очертания расплывчатые, никуда не летит Может, все-таки маленькое облачко? Но смотрите дальше Туча ушла, а этот объект стоит на месте И еще, снято там же, в Нью-Йорке, несколько месяцев назад Точно такой же объект уже зависал над городом Внимательные наблюдатели заметили, что он мерцает с определенной частотой Неужели это какой-то сигнал? Так что же все-таки это было? Эксклюзив РЕН-ТВ Бывший агент британской секретной службы, 20 лет занимавшийся проблемой НЛО Впервые на российском телевидении расскажет, что скрывают секретные архивы западных спецслужб Небольшая доля ее линии, не более 5% Они не поддавались никакому объяснению Странные объекты на орбите Земли Зачем НАСА удаляет видеопрямых трансляций с МКС? Мы встретились с легендарным астронавтом, участником знаменитой стыковки «Союз Аполлон» Почему то, что случилось с ним в ходе лунной экспедиции, засекретило НАСА? Вдруг мы услышали этот странный шум Он продолжался где-то 2 минуты Мы посмотрели друг на друга, спросили, что это было? Кто и зачем скрывает доказательства посещения Земли неопознанными объектами? Уникальные кадры, бескомпьютерные графики и монтажа, прошедшие все экспертизы Свидетельство очевидцев и впервые подробный анализ рассекреченных архивов ЦРУ Смотрите прямо сейчас Он устраивает забеги голышом и сексуальной оргии на набережных Москвы и Рати Просветления Как тренер по йоге из Хабаровска создал крупнейшую порно-секту в России? И почему женщины поклоняются ему словно божеству? Воскрес, чтобы стать президентом Зачем голые короли и секс-куру рвутся в политику? И какую поддержку им оказывает Запад? Самосманные боги и их адепты в России и за рубежом Мы назовем их всех В проекте стратегического назначения Засекреченные списки Завтра в 19.00 на рендер Эти уникальные кадры сняли отец и сын два года назад в США в окрестностях Огайо В небе отчетливо виден летательный аппарат необычной формы, похожий на бабочку Но что это на самом деле? Быть может, засекреченные испытания какого-то новейшего американского военного самолета? Но, судя по всему, аппарат действительно огромен Вряд ли у человечества есть технологии, чтобы поднять в воздух такую махину Россия, 9 мая, Севастопольская бухта Люди на набережной празднуют День Победы И вот в кадр попадает светящийся зеленый объект, зависший над морем Что это? Сигнальная ракета? Не похоже Она прогорела бы намного быстрее Может быть, квадрокоптер с подсветкой? Но разве кто-то станет запускать дорогую игрушку так далеко от берега? Там, где она может с легкостью потерять связь и упасть в воду И вот еще, буквально на следующий день, 10 мая Видео с камеры наружного наблюдения на борту Международной космической станции Внизу проплывает Северная Корея В какой-то момент в кадре появляется яркий светящийся объект Он идет над землей в высоких слоях атмосферы Что это? Неужели из космоса видны испытания корейских ракет? Как бы не так За ракетной программой Пхеньяна пристально следит весь мир Ким Чен Ын действительно производил запуски Но четырьмя днями позже, 14 мая Да и то, что мы видим, не похоже на ракету Аппарат почему-то светится Может, он горит? Произошел взрыв? Но тогда почему объект не падает и спокойно продолжает движение? Исследователи НЛО со всего мира давно заметили закономерность Неопознанные объекты часто замечают именно в местах потенциальных конфликтов на Земле Там, где растет напряженность Но что они там делают? Неужели собирают информацию? Вот эти кадры 1 мая сняли через иллюминатор пассажиры авиалайнера, летевшего из Японии на Тайвань Еще один странный объект светится желтым, за собой оставляет хвост Что это может быть? Метеорит? Ракета? Ученые утверждают, что большинство НЛО можно объяснить природными явлениями Действительно, при внимательном изучении таких кадров порой можно разглядеть облака необычной формы Бывает, что неопознанными объектами оказываются самолеты и аэростаты Это действительно так Но далеко не все увиденное можно объяснить так просто Это подтверждают агенты секретных служб Британии и США Большинство этих наблюдений были лишь ошибочной трактовкой Вполне обычных объектов и явлений Куда входят самолеты, световые явления, аэрозонды, спутники, метеоры и так далее Но среди них была небольшая доля явлений, не более 5%, которая, как нам казалось, не поддавалась никакому объяснению Мы встретились с ведущими мировыми экспертами в астрономии и космонавтике Сотрудниками спецслужб, астронавтами, военными летчиками и докторами наук Теми, кто по роду деятельности сталкивался с подобными случаями Меня зовут Сет Шостак, я старший астроном в Институте по изучению внеземной жизни Сети Мы ищем жизнь в космосе, это наша работа Мы хотим одного – отделить реальность от вымысла Почему неопознанные объекты едва ли не каждый день стали попадать в объективы телекамер? Какие из них имеют внеземную природу, а какие – всего лишь плод воображения? Я, например, верю, что есть такая сила, мощнейшая и могучая Откуда они летят и что они делают в нашем небе? Почему именно сейчас были рассекречены архивы ЦРУ и записи Черчилля о поисках внеземных цивилизаций? Что это? Грандиозный фейк мирового масштаба или подготовка человечества к событию, после которого наш мир никогда не будет прежним? Зачем Илон Маск торопится отправить экспедицию на Марс? Дело не только в тех научных открытиях, которые ждут нас на Марсе Эта миссия покажет нам нашу собственную эволюцию и историю Что на самом деле происходит и к чему нас готовят? Уникальное расследование РЕН-ТВ Что это было? Грандиозная фальсификация или действительно необъяснимые явления? Эксклюзивные документы, версии ученых и секретные материалы агентств космических исследований Сегодня в нашей программе Любой астроном или космонавт подтвердит Точки и шары неизвестного происхождения действительно периодически проносятся над Землей и в ближайшем космосе Отрицать это бессмысленно Тем более, что эти объекты нередко попадают в кадр Эта съемка была сделана на борту МКС Космонавт европейского агентства итальянка Саманта Кристофоретти ведет свой видеодневник Показывает своим подписчикам в соцсетях, как работают защитные экраны купол Вроде бы ничего необычного Но смотрим внимательно еще раз Неожиданно за стеклом иллюминатора рядом с солнечными панелями появляется светлый объект Он застывает на месте, а потом проносится с огромной скоростью Но что это может быть? Неужели НЛО? Может быть, просто спутник или космический мусор? Ведь именно такие ответы обычно дают нам в НАСА Но почему этот так называемый мусор светится? Почему изменяет траекторию, останавливается и ускоряется? Мы обратились за разъяснением к скептикам Экспертам Крымской обсерватории Алексей Бакланов подтверждает Объекты, попавшие в кадр, действительно странные И объяснить это сложно Там в обсерватории наблюдают звезды Кроме того, конечно, наблюдают и космический мусор Вот те объекты, которые чаще всего принимают за НЛО Включай, я готов включать Включаем в питание три тумблера Все в основном положении вверх Приглядимся внимательно Это кадры с наружных камер, установленных на МКС Это видео можно в режиме прямого эфира В любой момент посмотреть на сайте космического агентства Вот наши российские космонавты Работают в открытом космосе Камера в руках Неожиданно на заднем плане появляется светящийся объект Точка пролетает с огромной скоростью мимо корабля Что все это значит? И почему об этом молчат? Космонавты, возвращаясь на Землю, рассказывают о перегрузках и своих впечатлениях Но не говорят ни слова о неопознанных объектах, не заметить которые было нельзя Ведь они то и дело проносятся у них перед глазами Быть может, они знают что-то, о чем неизвестно нам И поэтому считают, что все это в порядке вещей Или может, у них есть некая инструкция о неразглашении? В январе 2017 года должна была случиться настоящая научная сенсация Госдепартамент рассекретил архивы ЦРУ Более 700 тысяч документов Часть из них об официально зафиксированных НАСА и спецслужбами Встречах и контактах с НЛО Те самые секретные материалы Доступа к которым у журналистов не было аж с 1950-х годов Публикации этих архивов многие ждали с большим энтузиазмом Тем более, что рассекретить их планировал еще Билл Клинтон в 1995 году Кстати, его жена Хиллари во время предвыборной кампании Тоже обещала, что в случае ее избрания на пост президента Она наконец откроет все секреты об НЛО Когда вашему мужу задали вопрос об НЛО в зоне 51 Он сказал, если станет президентом Обнародует много файлов, касающихся этой темы Он пытался сделать это, но он ничего не нашел Я собираюсь это сделать снова Я считаю, что мы должны изучить все документы И обнародовать все, что только можно Если же там ничего нет, людям нужно так и сказать, что там ничего нет На самом деле там что-то есть? Да, там что-то есть, как считает служба национальной безопасности В 1969 году американское правительство, федеральное правительство США Официально заявило о том, что феномены НЛО не существуют Поэтому больше американское правительство не будет заниматься никакими комментариями по этому вопросу Документы публике все же представили, причем обошлись без Хиллари Сделал это Барак Обама одним из последних своих указов на посту президента Вот они, опубликованные архивы, доказывающие, что на протяжении десятилетий Правительство обманывало американцев За НЛО наблюдали очень пристально и продолжают это делать сейчас Однако, несмотря на долгожданную публикацию секретных архивов Американские уфологи остались разочарованными После внимательного знакомства с ними выяснилось ЦРУ продолжает всех водить за нос Архив представляет собой докладные записки, рапорты И свидетельства очевидцев о контактах с НЛО Однако, выложены только текстовые файлы Многие из которых даже невозможно разобрать Очень низкое качество копий И главное, в открытый доступ не попали улики Фото и видео, изъятые с мест происшествий Хотя известно, что они есть Например, среди рассекреченных документов Нет никаких сведений о знаменитом Роузверском инциденте Падении неопознанного объекта в США И последующем изучении этого объекта военными А ведь это произошло еще в 47-м году И сроки давности уже истекли Даже если бы история с падением тарелки пришельцев Была выдумкой журналистов Как это преподносили официальные лица Все равно в архивах должна была сохраниться Переписка генералов и агентов ЦРУ Занимавшихся этой темой Но ничего подобного опубликовано не было Были также получены некие свидетельства того Что обломки аппарата и останки экипажа Были подобраны военно-воздушными силами США И находятся в распоряжении федерального правительства Мы встретились с человеком Который лучше других разбирается в документах спецслужб Эксклюзивное интервью нашей программы Бывший сотрудник британской секретной службы При Министерстве обороны Ник Пол Поговаривают, что именно его биография Легла в основу сериала о секретных материалах И агенте Малдери Я не делаю из этого секреты Я всегда рад поделиться результатами Изысканий моего правительства по этому вопросу Потому что само правительство Великобритании В данный момент находится в процессе Рассекречивания и публикации архивных документов Об НЛО И хоть я нахожусь в отставке Я все еще задействован в процессе обнародования данных материалов Ник Пол более 20 лет отслеживал И документировал все неопознанные объекты В небе Великобритании Сейчас Лондон понемногу рассекречивает архив Но происходит это довольно странным образом В правительстве мы называем это вращением Когда я публикую лишь одну из двух фотографий Но при этом наихудшую Они вполне довольны тем, что опубликуют фотографии 20 маленьких точек на ночном небе Но действительно хорошие фотографии Те, что носят наиболее мистический характер Утрачиваются Некоторые считают, что существует некая тщательно подготовленная кампания По высмеиванию этих явлений Например, когда ЦРУ опубликовали последнюю порцию документов Они шутили над секретными материалами И говорили, что вот тут порция документов Для агента Фокса Маудера, а здесь для данной скали И они выставили их на посмешище Но за кулисами остались материалы, которые они воспринимали Наиболее серьезно Американские уфологи говорят, что публикация архива в ЦРУ На самом деле не что иное, как грандиозная афера Открывать секреты широкой публике не планировалось изначально Самые интересные документы спецслужб об НЛО по-прежнему скрыты Причем недавно это публично подтвердил даже официальный представитель ЦРУ Хезер Фридс Ворниак Некоторые факты контактов с НЛО были настолько вопиющими и шокирующими Что мы могли вызвать массовое помешательство людей Поэтому было решено умышленно изъять их из архива Эти кадры были сделаны в 2015 году в Южной Америке Очевидец снял на видео несколько огненных шаров Которые постоянно меняли траекторию полета Очевидно, что перед нами не самолеты и не воздушные шары Но что это? А эта съемка была сделана в ноябре 1994-го На воздушной базе Неллис в штате Невада, США Военные наблюдают странный объект, находящийся на расстоянии 10 километров Как потом зафиксируют приборы Летательный аппарат сумел развить скорость с 80 километров в час До 1100 километров в час менее чем за 7 секунд 2011 год. Автор видео снимает посадку самолета в аэропорту Орландо Как вдруг в объектив камеры попадает странный объект, двигающийся с огромной скоростью На замедленной съемке можно увидеть, как он оставляет характерный след Образовавшийся в результате преодоления звукового барьера И такие свидетельства можно найти в любой точке планеты Впрочем, кое-что в раскрытых архивах все-таки есть Среди рассекреченных документов ЦРУ оказался отчет, описывающий события 1980 года Это так называемый Рэндаллшамский инцидент На протяжении многих лет сам факт происшествия официально отрицали Все списывали на погодные аномалии и особенности наблюдения за звездным небом Это случилось в английском графстве Суфолк, неподалеку от американской военной базы Свидетелями стали американские и британские военные Первое свидетельство – рапорт Часового, стоявшего на вышке Он рассказывает, как ночное небо неожиданно озарилось яркой вспышкой Часовой позвал командира, и далее они уже вместе наблюдали Странный светящийся объект треугольной формы Рапорт командира также прикреплен к отчету ЦРУ Офицер описал неопознанный объект, как аппарат, способный по сложной траектории Перемещаться в пространстве Он даже рассмотрел на нем очертания светящихся окон и дверей Документ о Рэндалл-Шамском инциденте опубликован не полностью Но благодаря Нику Поупу сегодня мы сможем рассказать об этом происшествии Намного больше, чем хотела открыть ЦРУ Этот случай произошел на двух американских базах, расположенных на территории Великобритании Бентвотерс и Вубридж Свидетели видели не только вспышки в небе, но и следы на земле от посадки небольшого металлического аппарата Очевидцами были несколько военнослужащих, вооруженных сил США По тревоге была поднята вся воинская часть И уже сотни людей наблюдали дальнейшее развитие событий Они рассказывали, как большой треугольник разделился на малые части до 10 объектов Они стали перемещаться по кругу, словно ими кто-то жонглировал Светопредставление продолжалось до самого утра А в следующую ночь началось снова НЛО кружили над военной базой трое суток подряд За это время в части побывали высокопоставленные офицеры Из Министерства обороны Великобритании и представители ЦРУ Собраны свидетельства 612 человек, подробно описавших увиденное Кроме того, на второй день военные прочесали лес Ориентировочно в том месте, над которым зависали пришельцы И здесь их поджидала настоящая сенсация Как следует из документов, в лесу на земле были обнаружены следы Военные взяли образцы почвы и замеры уровня радиации Это впоследствии подтвердило Министерство обороны, научные и технические службы Уровень был значительно выше, чем средний показатель радиации на прилежащих территориях Что бы это ни было, оно оставило явные доказательства физического характера Отпечатки в замерзшей почве, обгоревшие следы Особенно заметные в лесу рядом с этими военными базами И уровень радиации почти в 7 раз превышающий средний уровень радиации почв Конкретно на данной территории Эксперты не смогли идентифицировать найденные следы Известно, что с них были сделаны слепки, которые до сих пор должны храниться в ЦРУ Но тогда где же они? Почему эти вещественные доказательства не предъявлены обществу? В опубликованных архивах даже упоминания о них нет Последний документ о Рэндалшамском инциденте датирован 1981 годом На нем подпись министра обороны Великобритании и инструкция Отрицать существование какого бы то ни было происшествия на военной базе На официальные запросы отвечать отказом Что касается инцидента в Рэндалшамском лесу Важно заметить, что это не просто история за свидетельственной группой военных У нас есть целая вереница правительственных документов, материалы Министерства обороны по этому случаю Включая мой обзор данного дела, который я провел спустя годы после этого инцидента Я заново изучил все документы и заново опросил свидетелей Британские спецслужбы в результате многолетних исследований НЛО Вывели несколько важных признаков настоящего неопознанного объекта Не заметить его невозможно В районе контакта отказывает аппаратура Приборы начинают буквально сходить с ума Чаще других свидетелями таких явлений становятся летчики и моряки Богомед Толбоев, заслуженный летчик-испытатель, говорит Не каждый пилот сталкивался в небе с подобным Но когда это происходило, об этом узнавал весь отряд И у профессионалов эти истории не вызывали сомнений Однажды его друг, пилот-истребителя, даже пытался догнать неопознанный объект С земли говорят, у тебя впереди крупный объект Он говорит, по радиальному от вас 48 километров примерно Что такое 48 километров для меня? Две минуты лететь Он говорит, нормально, иду, ничего не вижу Свидетели, как правило, описывают увиденное, как светящиеся шары или диски Эти аппараты способны летать на незнакомых нам физических принципах С резким изменением траекторий могут нырять под воду и зависать на месте Одно за другим отказывается электронная часть самолета Первым вышел из строя, говорит, радиационный прицел Он, говорит, полностью ослеп Потом смотрю, говорит, радиокомпас начал крутиться, вращаться вовсю там Потом смотрю, говорит, радио, помеха такие мощные Ух, говорит, бьет, я на минимум поставил И ничего не вижу И когда я вообще подошел, я, говорит, думаю, это последние мгновения мои И отвернул влево, ушел и начал как-то при себя приходить Потом смотрю, все восстанавливается, все нормально Прилетел, сел, объясняю, рассказываю, никто ничего не видел, никто ничего не знает Ну, как объяснить? Аномальные явления? А какое? Объект, который описывал военный летчик, идеально попадает под описание того, что искала британская секретная служба Сходятся сразу несколько параметров Объект наблюдает не только человек Его видно на наземных радарах От него идет мощное излучение, которое выводит из строя оборудование Догнать или поймать земными следствами его невозможно Существует рассекреченная разведывательная оценка феномена НЛО Предпринятая британским министерством обороны В этом проекте открыто говорится о необъяснимом феномене плазмы О радиочастотном оружии Оружии на основе энергии направленного движения Именно это, на мой взгляд, реальные причины, почему правительство серьезно занимается этими вопросами И это не просто какие-то дикие заявления сторонников теории заговора Это заявления, которые могут быть документально подтверждены Документами Министерства обороны Великобритании Так что же исследуют спецслужбы ведущих стран мира США, России, Великобритании и Китая? Что это за объекты, которые держат в секрете? Смотрите далее Эксклюзив нашей программы Легендарный астронавт Томас Стаффорд Тот самый участник легендарной встречи «Союз Аполлон» Знаменитого рукопожатия в космосе А также команды, занятые в засекреченной лунной программе США Уфологи утверждают, что миссию «Аполлон-10» преследовало НЛО Но зачем? Что видели члены экипажа? Вдруг мы услышали этот странный шум Он продолжался где-то две минуты Мы посмотрели друг на друга Спросили, что это было? Неизвестные факты о Луне и Марсе Что скрывают архивы НАСА и советской космической программы? Зачем полет на Красную планету Готовит Илон Маск, глава частной компании? И чем это может закончиться? В 1976 году мы высадились в двух местах на Марсе В ходе экспедиции взяли пробы атмосферы В частности, инертных газов Нашли изотопы Изотопы показали то, что называют почерком Или следами ядерного оружия Эти кадры снял со своего балкона Житель Ялты Сергей Чернышев Еще светло Звезд на небе не видно На светящийся шар в небе Тогда мало кто обратил внимание Однако Сергей раньше уже несколько раз Видел подобные объекты И на этот раз, когда понял, что это снова они Успел включить камеру Когда он вначале был на месте И просто мигал Ну, я не придал этого особого значения Как бы думал, что что-то такое Квадрокоптер, что-то еще Но потом, когда он резко Начал набирать обороты Он пролетел, получается, над всей Ялтой Ну, за считанные секунды где-то И сделал небольшую дугу У нас летали стабители Ну, и по сравнению с Витязями Как бы этот объект намного двигался быстрее И делал такие, как бы, виражи Это невозможно объяснить Но в последние месяцы именно в Крыму Очевидцы замечают появление Подобных светящихся шаров Особенно часто Если наблюдать от, скажем, зоны хвоста Аюдага Сзади, тыловой зоны Аюдага Появляются почему-то в районе Мыса Мартьян Мыса Айданиль Появляются там Появляется красный шар Двигается в сторону моря Это наблюдалось десятки раз Мы наблюдали уже с использованием И телескопической техники, бинокулярной Ялтинский объект пролетел над окраиной города Но видно его было очень отчетливо Мне кажется, это какой-то аппарат был Потому что, ну, слишком какие-то у него движения такие были Преднамеренные, не знаю, какие-то разумные Удивительно, но точно такие же объекты Десятки лет назад фиксировали в космосе специалисты НАСА Это архивные съемки 96-й год 80-е по счету И самая продолжительная миссия Американского спейс-шаттла Астронавты заметили в иллюминаторах Странные объекты Светящиеся точки Эксперты говорят, что часто за НЛО Принимают космический мусор Куски льда, которые могут летать на орбите Или даже искусственные спутники с подсветкой Но посмотрите, что происходит Они группируются, а затем делают круговое движение Словно пытаются нам что-то показать В США мы записали эксклюзивное интервью С легендой пилотируемой космонавтики Томасом Стаффордом Он участник знаменитой стыковки советского и американского кораблей На орбите «Союз Аполлон» И член команды, занятой в лунной программе США Мы знаем, что есть приблизительно 400 миллиардов звезд Только в нашей галактике Млечный Путь И мы знаем, что есть миллиарды галактик где-то там И с каждым годом мы находим все больше и больше планет вокруг звезд Просто посмотрите на эти цифры Вероятно, где-то есть какая-то форма жизни Не такая, как наша Миссия «Аполлон-10», которой командовал Стаффорд Была фактически первым полетом людей на Луну Все то же самое, что потом проделает Армстронг, но только без высадки человека на поверхность Группа Стаффорда должна была проделать все наиболее сложные этапы миссии Отделение от главного корабля, обратную стыковку Но в историю полет войдет не только этим Посмотрите на это изображение Этот объект попался на пути корабля и был снят наружной камерой наблюдения Но на этом странности не кончились Когда «Аполлон-10» вышел на расчетную орбиту Луны И экипаж начал отрабатывать операции по отстыковке лунного модуля Космонавты услышали странные звуки, о которых они немедленно доложили на Землю Было сообщено в прессе, что за нами гналось НЛО и все такое прочее Никогда не было никакого НЛО Во время нашего первого прохода вокруг Луны мы были в полной темноте Около двух минут Вдруг мы услышали этот странный шум Он продолжался где-то две минуты Мы посмотрели друг на друга, спросили, что это было Джон Янг был наверху в 60 милях Он ничего не слышал Мы больше ничего не слышали Мы никогда это больше не слышали Сказать, что этот звук произвел впечатление на космонавтов Не сказать ничего В пустынном космосе они не должны были услышать никаких звуков, кроме тех, которые издавал их корабль Мы читались об этом в нашем рапорте во время нашего опроса после задания Мы сообщили, что в течение двух минут мы слышали этот прерывающийся шум Но что же это было на самом деле? Откровенное интервью участника стыковки «Союз Аполлон» Томаса Стаффорда Он впервые ответит на вопрос, который беспокоит уфологов по всему миру уже десятки лет Было или не было столкновение с НЛО? Чем объясняется странный шум и почему этот факт НАСА пыталось засекретить? Мы провели тщательный анализ и выяснили, что из этого подделка А что настоящее НЛО? Как отличить корабль пришельцев от ракеты или космического мусора? Кто и зачем скрывает доказательства посещений Земли неопознанными объектами? Уникальные кадры, без компьютерной графики и монтажа, прошедшие все экспертизы Смотрите прямо сейчас! Томас Стаффорд – участник той самой стыковки «Союз Аполлон» Легендарного рукопожатия в космосе Во время лунной экспедиции их экипаж услышал странные шумы Но ничего подобного в безвоздушном пространстве быть не могло Мы сообщили, что в течение двух минут мы слышали этот прерывающийся шум И было сказано, что возможным объяснением этого являются радиочастотные помещи Которые отскакивали от командного модуля Тогда руководство НАСА поспешило закрыть эту тему Но что это все-таки было? Во время полетов вокруг Луны никаких похожих движений и звуков Астронавты больше не фиксировали Томас Стаффорд – закоренелый скептик Говорит только о том, что наблюдал своими глазами НЛО он не видел Однако убедительного объяснения этого странного шума Услышанного в далеком 1969 году Космонавт до сих пор найти так и не смог Исследователи, которые собирают данные о неопознанных объектах Говорят, что среди всех свидетельств о встречах с НЛО Лишь около 5% заслуживают серьезного внимания В сети можно встретить множество видеороликов На которых сняты неопознанные объекты Большинство из них – либо подделка, либо нечто, имеющее вполне земное происхождение Вот, например, так называемый спутник «Черный принц» Этот странный объект из года в год попадается астронавтам на глаза Многие считают, что это не что иное, как инопланетный корабль пришельцев, который следит за нашей планетой Но есть и более прозаичное объяснение Не исключено, что эта штука – всего лишь элемент защитного материала, улетевшая в космос в ходе монтажных работ на борту станции Со временем оторвавшаяся обшивка корабля приобрела причудливую форму и теперь летает вокруг Земли А вот еще одно видео Это пример искусной подделки Все происходит как будто естественно Вот рыбаки снимают полеты истребителей над морем И вдруг из ниоткуда возникает летающая тарелка Что-то сбрасывает в море и резко ныряет под воду В сети этот ролик вызвал сквал комментариев и подвергся детальному разбору Бегающая камера, замазанные лица героев Все это указывает на то, что автор пытался скрыть следы монтажа Самолеты настоящие, но тарелка может быть попросту нарисована в графическом редакторе Это видео снято в штате Нью-Мексико, США Уникальное везение Счастливец запечатлел крушение НЛО Тарелка дважды сталкивается с Землей Но нет, спасать инопланетян в данном случае не нужно Видео наверняка подделка В замедленном режиме только искры от разбившегося объекта Но при этом мы не видим других следов столкновения Например, разлетающихся в разные стороны кусков Земли Гигантское НЛО в Венесуэле Диск размером более километров в диаметре Это видео вызвало много споров в интернете И по мнению экспертов оно снято, что называется, по-голливудски И слишком хорошо, чтобы быть правдой Фейковые видео затрудняют работу исследователей Службы, которые фиксируют НЛО, есть не только в США и Великобритании Сбором сведений о неопознанных объектах эти люди занимаются профессионально Существовал в главном штабе морского флота специальный отдел, который фиксировал Все непонятное, неопознанное И, собственно говоря, это было поводом для неких научных исследований Это могли быть вещи физического характера Могли быть иллюзии, которые сопровождались Но после каждого боевого вылета или боевого выхода корабля Составляется соответствующий отчет о проделанной работе В котором указывались все вещи, которые привлекли внимание экипажа, самолета или корабля И которые были ими классифицированы как неопознанное некое явление И изучать такие явления есть все основания Многие исследователи всерьез полагают, что человек, как вид живых существ Появился вовсе не на Земле, а на Марсе Посмотрите на изображение Красной планеты Тут отчетливо просматриваются русла рек, следы морей и океанов Возможно, именно там и жили представители древней цивилизации Которые смогли переселиться на Землю Это сейчас Марс превратился в пустыню Но таким он был не всегда Да, в 1976 году мы высадились в двух местах на Марсе В ходе экспедиции «Викинг» Взяли пробы атмосферы, в частности инертных газов Нашли изотопы И изотопы показали, что называют почерком или следами ядерного оружия Большое накопление ксенона 129 Изменения в Аргоне 40 Изотопы Криптона Они свидетельствуют о мощном всплеске ядерной энергии Катастрофических масштабов Это эксклюзивное интервью нашей программы Мы встретились с профессором Джоном Бранденбургом Известным астрономом и физиком из США Он много лет занимается изучением Марса И вполне допускает, что Красная планета Могла быть настоящей колыбелью человечества Мы провели археологическое исследование нескольких участков на Марсе Именно в Кидоне, Мензе и в месте под названием Галаксис Хаос Мы обнаружили высеченные в породе лица и пирамиду Было доказано, что Марс раньше был населен внешне примитивной цивилизацией Это было тогда, когда Марс был больше похож на Землю И эта цивилизация не оставила следов технологического прогресса Зато остались следы массивного ядерного взрыва Посмотрите, это фотография одного из марсианских кратеров На первый взгляд ничего необычного Горы в середине, вокруг почти ровная поверхность Но если обработать снимок в режиме высокой контрастности Видно, что на самом деле на ровной площадке имеются геометрические фигуры Напоминающие фундаменты каких-то зданий Вполне возможно, что перед нами не просто кратер, а руины древнего города Здесь можно разглядеть ровную площадку, которая похожа на защищенную крепость Я пришел к выводу о том, что Марс был населен местными людьми Которые были похожи на нас И кто-то появился и уничтожил их из космоса Мы обнаружили два очага излучения радиоактивного калия и тория Их отметил американский космический корабль Один был недалеко от Кедония, а другой возле Галаксис Хаос Это значит, что взрывные волны прошли вокруг всей планеты И столкнулись на обратной стороне, у южного полюса Марса Сейчас на Красной планете работает марсоход Curiosity Несмотря на то, что НАСА публикует далеко не все фотографии Те, что попадают в прессу, вызывают массу вопросов Например, вот это Если присмотреться внимательно, вы увидите на скале изображение женщины А здесь гора камней Но если присмотреться внимательнее, можно увидеть фрагменты надгробного памятника Американский бизнесмен-инноватор Илон Маск В 2024 году собирается отправить на Марс первых колонистов Но как объяснить такую спешку? Что делать на Марсе поселенцам без элементарных средств для выживания? Не завозить же с собой воздух и плодородный грунт с Земли? Видимо, мы чего-то не знаем о Красной планете Того, что знает Маск Это будет большим шагом вперед к колонизации Марса Я считаю, что это важно для эволюции человечества и для открытия космоса И дело не только в тех научных открытиях, которые ждут нас на Марсе Эта миссия покажет нам нашу собственную эволюцию и историю И даст возможность узнать, какой вид ядерного оружия использовали инопланетяне Маск планирует построить и запустить космический корабль на Марс уже через 5 лет Это раньше, чем предполагают самые амбициозные планы НАСА и Роскосмоса Даже если мы найдем месторождения каких-то исключительно полезных и дорогостоящих ископаемых Как их доставить на Землю? Как их использовать для блага человечества? И вот здесь транспортные расходы, конечно, получаются фантастические риски доставок тоже колоссальные Частный космический корабль должен будет долететь до Красной планеты за 3 месяца И перевести достаточное количество материалов для постройки космической базы Но зачем Илон Маск так спешит оказаться на Марсе? Может быть потому, что рассчитывает первым освоить и монополизировать некие технологии Которые он рассчитывает там обнаружить? Или, быть может, он ищет сохранившиеся формы жизни? Исследователи полагают, что даже на ближайших к нам планетах есть что искать Например, известный уфолог Себастьян Спелье обнаружил странные точки на поверхности Луны Если присмотреться, отчетливо просматриваются контуры около 50 зданий Расположенных неподалеку друг от друга и представляющих собой нечто вроде трех микрорайонов Многие задаются логичным вопросом Если неопознанные объекты действительно имеют внеземное происхождение, то что они делают в нашем небе? Почему они наблюдают за нами, но при этом не идут на контакт? Не исключено, что причина в нас самих А точнее в угрозе, которая может исходить от человечества Одна весьма важная причина, почему правительства занимаются изучением ЛОО Это приобретение новых технологий Если какие-либо из них в действительности окажутся неземными, ясно, что такие технологии будут на порядок выше наших собственных земных технологий И та нация, которая первая приобретет их, получит огромное преимущество Это уникальные документы, обнаруженные в немецких архивах после окончания Второй мировой войны Инженеры Третьего рейха разрабатывали и даже построили рабочие образцы летательных аппаратов дискообразной формы Они выглядят именно так, как описывают НЛО большинству очевидцев Мы знаем, есть много свидетельств того, что немцы проводили антигравитационные исследования во время Второй мировой войны Потом, в конце войны, их исследования попали к союзникам Понятно, что немецкие ученые не добились больших успехов, они проиграли Что же натолкнуло инженеров Гитлера на создание самолетов в виде тарелок? Неужели они заполучили образец инопланетного корабля? И почему в это же время этой же темой занимались спецслужбы других ведущих стран мира? Некоторые из документов, обнародованных Министерством обороны, свидетельствуют о том, что британский министр Уинстон Черчилль В годы войны был весьма озабочен этим вопросом Он проводил встречи с военным штабом, секретными службами и разведкой с советниками Он проводил встречи, например, с генералом Эйзенхауэром, затем с президентом США Эти документы свидетельствуют о том, что Черчилль был очень озабочен влиянием явлений НЛО Но почему Черчилля так волновала проблема НЛО? И каковы были результаты исследований? Если они существуют, то откуда они к нам летят? Неужели астрономы так и не смогли найти возможное место обитания другой расы? Почему неопознанные летающие объекты приближаются к Земле? И почему в последние годы это происходит так часто? Чего они ищут и за кем следят? Эксклюзив РЕН-ТВ Ученые института Сети из США впервые расскажут о том, как им удалось обнаружить место жизни потенциальных пришельцев Есть вероятность, что там какая-то продвинутая цивилизация построила некую гигантскую инопланетную мегаструктуру Что будет, если человечество столкнется с цивилизацией, технологически превосходящей нас в сотни раз? Готовы ли мы к такой встрече? Задумайтесь о катастрофе, которая может произойти на вашей территории Задумайтесь о той угрозе, которую представляют собой инопланетные силы И расскажите своим семьям Зачем бывший директор НАСА предупреждает мир об опасности космического вторжения? Что он знает такого, что неизвестно всем нам? Смотрите прямо сейчас Несколько дней назад профессор Джейсон Райт из Университета Пенсильвании призвал астрономов-любителей со всего мира пристально наблюдать за звездой KIC 8462852 расположенной между созвездиями Лебедя и Лиры в нашей галактике Млечный Путь То, что с ней происходит, ранее не наблюдалось нигде во Вселенной Она мерцает, но не так, как остальные звезды, когда их свет заслоняют пролетающие мимо планеты и астероиды В таких случаях яркость снижается на 1-2%, а тут перепады 20-25% Движения, которые там наблюдаются, похожи на работу развитой разумной цивилизации Будто они что-то строят вокруг своей звезды Вы можете померить, сколько света вы получаете от Солнца Это всегда одна и та же величина Но у этой скачок, провал на более чем 20% Каждые пару недель, каждые пару месяцев Она немного тускнеет Почему? Мы отправили съемочную группу в Калифорнию где встретились с одним из лучших в мире специалистов по изучению внеземной жизни Старший астроном института Сети, профессор Сет Шостак, ищет научные доказательства внеземной жизни Мерцание звезды Таби он называет главной сенсацией последнего времени Однако с выводами ученый пока не спешит Есть вероятность, что там какая-то продвинутая цивилизация построила некую гигантскую инопланетную мегаструктуру И поэтому свет от звезды тускнеет Мы использовали наш телескоп, чтобы смотреть в сторону звезды Таби Возможно, мы делаем это прямо сейчас, пока я здесь вообще-то сижу Если оттуда идут какие-нибудь сигналы, это может означать, что, возможно, идея наличия инопланетной мегаструктуры не такая уж и плохая идея Вокруг любой звезды, как правило, крутятся по орбите планеты, астероиды и космический мусор Все это создает мерцание Но никакие планеты и астероиды не могут заслонить более 1-2% света звезды Яркость звезды Таби тем временем падает на 22% Очевидно, что-то огромное, как покрывало, застилает ее свет И это именно то, что астрономы давно искали во Вселенной Очень похоже, что теория британского физика Фримена Дайсона наконец нашла подтверждение Дайсон предположил, если разумная цивилизация есть в других звездных системах И она более развита, чем наша Эти существа когда-нибудь обязательно построят защитное сооружение вокруг своей звезды Я поспорил со всеми здесь на чашку кофе, что мы найдем сигнал от инопланетян в течение 20 лет Скорость компьютеров увеличивается очень и очень быстро В течение 20 лет мы сможем смотреть на миллионы звездных систем и искать сигналы Это только мое предчувствие, это не является каким-либо доказательством Но я думаю, что это может быть началом успеха И я хочу поставить на это чашку кофе Вердикт ученых пока ни да, ни нет Возможно, им понадобятся годы, чтобы собрать статистику мерцаний Все рассчитать, отследить дальнейшее поведение звезды Но что, если самые смелые версии найдут подтверждение? Готовы ли мы к встрече с инопланетным разумом? Ведь то, что мы видим сегодня на звезде Тааби, происходило очень давно Звезда находится от нас на расстоянии полторы тысячи световых лет Значит, и свет к нам пришел с соответствующей задержкой Если на Тааби полторы тысячи лет назад строили межпланетные сооружения, чем они заняты сейчас? Может, они на полпути к нам? А может быть, уже бывали здесь много раз? Масло в огонь подлил экс-главы агентства НАСА Чарльз Болден Выступая на конференции в Хьюстоне, он сделал сенсационное заявление Сказал, что в скором времени нашу планету ждет вторжение инопланетян Что он имел в виду, осталось тайной Но вряд ли бывший руководитель НАСА стал бы делать заявление без веских на то оснований Мой опыт во время работы астронавтом и за время службы в морской авиации Говорит о необходимости подготовки к вторжению Неважно, находитесь вы на западном побережье или же на восточном, на побережье Мексиканского залива Или на Великих озерах Задумайтесь о катастрофе, которая может произойти на вашей территории Задумайтесь о той угрозе, которую представляют собой инопланетные силы И расскажите своим семьям о своей работе И о том, что им нужно сделать, как подготовиться к непредвиденным обстоятельствам Если инопланетные цивилизации существуют И в скором времени действительно планируют установить контакт с нами То почему экс-глава НАСА называет это вторжением? Почему он так уверен, что дружеским визит не будет? Я не знаю, как это будет Так же, как с индейцами Наваха тысячу лет назад Что если кто-нибудь приплывет на корабле С какого-то континента, которым мы не знаем И начнут атаковать нас оружием Если инопланетяне когда-нибудь прибудут сюда Вы можете быть уверены, что все, что они захотят сделать Они могут сделать Если у них есть технология, чтобы добраться сюда То защититься от них шансов немного Примерно как у римских легионов против современной армии Только за последние годы исследователи зафиксировали более сотни случаев появления НЛО Что они делают на Земле? Изучают нас? Наблюдают за нами? Или готовят план ликвидации? Многие уфологи утверждают, что цель пришельцев Предотвращение глобальных катастроф и военных конфликтов Ведь если бы инопланетяне действительно хотели нас уничтожить Почему они не сделали этого до сих пор? Субтитры создавал DimaTorzok